Всем привет! С вами Юра Кураж и мы продолжаем проходить пилор за фатернити. В прошлый раз мы остановились там же, где на самом деле начали чисто территориально. Это таверна Смоляная Бочка. И я совершенно не знал, что же нам делать дальше. Но в итоге подумав, пораскинув мозгами, я решил, что давайте осмотрим подземелья под нашей крепостью. Поскольку ее осаждают снаружи, мы еще не можем позволить, чтобы внутри там что-то было. Плюс, ну, не очень хочется, чтобы наш персонаж, в конце концов, сошел с ума. Поэтому давайте потихоньку отправляться в Бесконечные Пути Кайтноа. Или от Ноа. В общем-то, я надеюсь, мы успеем их пройти в один присест, но если что, не обессудьте. Тем временем, мне, кстати, очень интересно, наемники вот эти наши, они вообще обновляются? Просто, судя по всему, это все одни и те же люди. Ну, мне не очень нравится идея окровавленного головореза. Давайте наймем лучника еще. О, выглядит чуть более здорово, чем раньше. Все-таки наша крепость потихоньку-потихоньку восстанавливается. Хотя я, по правде сказать, разницы особой, ну, снаружи не вижу пока что. О, лучник. Если не ошибаюсь, а это... А, в Альянских... Это наш маг, которого мы наняли. А если не ошибаюсь, вход должен быть там же у Мервальда. Надзиратель. Приветствую, милорд. Я тут присматриваю за камерами. Будьте уверены, я сумею позаботиться о всех ваших пленниках. Здесь пока мест пусто, но я не сомневаюсь, что совсем скоро ситуация изменится. О, у нас будут пленники, прикольно. Блин, а сразу вспоминается Dungeon Keeper, где приходилось пленных пытать, чтобы они перешли на твою сторону. Так, да, бесконечные пути от Нуа, уровень 1. Всё. Официально мы начали исследовать эту штуку. Ага. Жуки традиционно просто предают своих. Ну, зато они танкуют. Ну, Жук, давай. А, он взял и просто сдох. Тоже удобно. Здесь что-нибудь. О. Я так полагаю, что первые уровни, они рассчитаны на такую, как бы, пати совсем-совсем только сюда зашедшую. Но чем дальше в лес, тем толще партизанки. И там в какой-то момент станет всё гораздо интереснее. По крайней мере, расчёт у меня на это. Ну, либо в конце концов мы где-то огребём, и придётся прийти в другой разочек. Хотя, я очень надеюсь, что огрести мы нигде всё-таки не огребём. Мы пройдём всё это. Камни и кирпичи привязаны к старой ржавой тележке толстыми нитями паутины. О. То есть у нас тут, видите, целые выводки кого-то просто жили под нашей, мать её, крепостью. Так. Опа, ключ. Тяжёлый железный ключ. Отлично. То есть, ну, ключ от нашей крепости находится у каких-то... Вот. Ну вот мы и на месте. Подумать только так близко. Стоим на самом, что ни на есть, бесконечных путях, созданных великим энгвитанским королём от Ноа. Кана на миг замолкает. Ну, тут-то всё айдирское. Но если залезть достаточно глубоко, то можно прикоснуться и к настоящей истории. Найти гробницу великого короля – вот это мечта. Но я ищу не его, а одного из его слуг. Габроноса. Могущественного мага, целеустремлённого учёного, хранителя знаний, такого, каким буду я. В его руках была Танвии Ора Тоха, или её предыдущая неизвестная нам форма. Я видел её на руинах рядом с именем Габроноса. Остатки тех же символов и стихов, которые известны на Рауатайском. Он, наверное, с восхищением относился к этим словам. Или даже сам написал их. Ну и что такого важно в этой книге? Народу Руатай предстоит пережить неспокойные времена. Когда-то мы были единственным народом, но сейчас всё меняется. И в сердце этих изменений – Танви Ора Тоха. Некоторые говорят, что мы не придерживались её заповедей. Что мы позволили себя ослабнуть, изменили своим традициям, пустив к себе иноземцев вместо того, чтобы завоёвывать окружающие земли. Что мы должны придерживаться тех традиций, чтобы стать нацией, которую боятся. Мои братья именно так и считают. Но нам не нужно изолироваться, чтобы сделать Рауатай великим. Я знаю, что за напевом лежит нечто большее. Он не из песка и воды появился тысячу лет назад. Его Руатай принесли ингвентанцы. Народ, знавший цену союзом. С помощью этого знания мы превратили Руатай в то, чем он является сегодня. Если удастся найти оригинал, я докажу это. Все узнают, что распев гораздо старше, чем принято считать. Что ингвентанцы всегда предпочитали мирно сосуществовать и обмениваться знаниями. И если мы последуем по их пути, то наше королевство будет таким же большим и долговечным, как у них. А как одна старая книга изменит мнение всего народа Рауатай? Ну, это совсем не старый текст. Но я понимаю, о чем ты. Кана опускает взгляд на руки, потирая пальцами паутину. Всех, конечно, не убедить, но он, по крайней мере, придаст вес призывам к миру. Ну, давай тогда искать. Если мои источники не ошибаются, то окажется, что Горбронос принес текст с собой, и он будет где-нибудь в библиотеке или в Гробнице. Одной из двух. Идем же. Идем же. Ммм, это, кажется, переход на второй уровень. Давайте сначала целиком и полностью исследуем первый. Хочется все же устроить такую массовую зачистку и дальше уже с чистой совестью совершенно точно знать, что у нас в подвалах нет никаких интересных сюрпризов, которые нам может преподнести судьба и дизайнеры игры. Такс. Ну и плюс эти пучки довольно-таки легко ковыряются, а нам до уровня осталось совсем немножко опыта. Ага, шучки. Честно говоря, меня раздражает, когда он зарывается. Ничего хорошего от этого не происходит. Хотя, когда он переходит на нашу сторону, дела не намного лучше становятся. Да, блин. А вот выбирает просто самое худшее время на то, чтобы доминировать врагов. Плохо стаймленный доминатор. Трупешник. Х. Отмычечка. Отлично. А. Вот и комнате уже были. Окей. О, мародеры. Нормально, да? То есть у нас замок, а внутри замка чертова мародеры, которые... о которых мы вообще не подозревали. Как-то это крайне неприятно. А еще мне очень нравится, как нашего персонажа отхиливает этот уникальный предмет. Ну, не отхиливает, а восстанавливает ему выносливость. В общем-то, для варвара просто шикардосный вариант. Рыцари Золотого Ордена. Окей. Если встретим, то буду помнить, что они нам не очень друзья. Хотя в такие времена, мне кажется, друзья все, кто на тебя не нападают, по большому счету. Ну, плюс-минус. Так. Паучий хлопок у нас хватит, не знаю, на огромный суповой набор. Ага. И дверка. Я очень подозрительно отношусь к дверкам. Ну, нет, смотрите-ка, всего лишь паучок тут. Ага. Королева пауков. Ну, допустим. Испорченный непогодой и покрутый тусклым налетом, этот искусно высеченный столб выглядит намного старше окружающего его конструкции. Ага. Окружающий только. Оу. Ну, давайте попробуем сразу королеву пауков поубить. И... Ох, ох, ох. Крепенько так влетает ранду. Вау. Если он на первом уровне руин уже умудрился полежать на земле, что ж будет дальше? Ну, тут, я не знаю, критануло, что ли, по нему? Опа. Опа, опа. Стилет одноручная. Ну, пригодится. В общем-то, артефакты выкидывать плохая идея. Так, сейчас, рант восстановит немножко выносливости. И мы пойдем дальше. А выносливость у него хотелось бы сказать хоть отбавлей, но на самом деле не так и много для воина-ближнего воя. Ух ты. Что это такое? Лесенка. Ага. Лесенка вела наружу. Ну. О. Прикольно. И мы можем сразу перейти на первый уровень. А, ну это и был первый уровень, да. Ну, зато, если что, мы знаем, что выход недалеко и там в случае чего совсем нехорошее. Ну, если Пати будет жива, то мы сможем спокойно выйти наружу, отоспаться там. Я так понял, судя по иконке кроватки, которая появляется, стоит зайти в Кайт Нуа. Тут нам под каждым кустом готов и стол, и дом. Угу. Бесконечные пути от Нуа уровень 2. Здесь ксаурибчики, чего автоматом никто не стал атаковать. То есть, не скажи я им, чуваки атакуем, они бы, наверное, так и стояли, как истуканы. Так. Варварский крич. Ну, ребят, нам, наверное, немножко покопаться в настройках ХАИ, чтобы они использовали там всякие обилки. Тип Эдер было бы неплохо, если бы он сбивал с ног, а Полиджина могла бы вполне себе использовать свой огненный меч. потому что вручную... Опа! А, это гематиты. А нас интересуют, по-моему, более дорогие ништяки. Так. Тривое чучело грубое, связанное из бревен, чешуйчатых шкур и костей. Его вверх украшает человеческий череп. Я надеюсь, это не то чучело, которое вот недавно у нас было у фанатичных маньяков. или у маньячных фанатиков. Те, которые поклонялись богу и хотели там знать все убивать. Ну, как минимум, мне очень приятно такое наблюдать у себя же в крепости, когда ты, типа, типа, узнать, но как бы мы и не знать вроде. Отмычки. Этот ксауриб лежит в углу комнаты. Его ребра резко проступают сквозь чешуйчатую шкуру, а дыхание затруднено, так что каждый свистящий вздох вызывает явный дискомфорт. Он, кажется, никак не реагирует на ваше присутствие. Ммм, друг ксауриб, у нас уже есть огар, но мне бы хотелось еще и ксауриб позавести. Осматриваем его. Вы осматриваете существо. Его кожа странным образом обесцвечена в нескольких местах, но вы не находите ничего, что указывало бы на причину его недомогания. Оставляем его в покое. Давайте попробуем его излечить. Интересно, а вот это... Блин, главное не перерезать ему глотку случайно в какой-то момент. Мне бы очень хотелось этого ксаурибчика к нам к нам в пати. не то чтобы в пати, а в целом, знаете, в охраннике там. Ну, короче, как-то завербовать. Если бы это было возможно, это очень здорово. Так, ну, чуваки, что стоим, как истуканы? Давайте, давайте действуем. Наши союзники попытаются отлынить. А, ну и наш персонаж, кстати, тоже такой лентяй тот еще. Хотя враги пока ковыряются очень даже легко. в разбитой скорлупе свернулась маленькая белая тельца. Только тогда, когда крошечная зубастая пасть открывается, чтобы издать испуганный писк, становится ясно, что это маленький, недавно вылупившийся вирм. Давайте поднимем его. О, у нас новый пет. Это потрескавшаяся скорлупа, похожа на кожу, но ломкая. Большая часть истоптана в мелкую пыль мелкими когтистыми лапами. Как же нам ксауриб-то? О, это, я так полагаю, переход на следующий уровень? Ну, я надеюсь, что мы где-то на этом уровне сможем нашего ксаурибчика залечить. Ну, а если нет, то не забудем прийти и перерезать ему глотку. Хотя, беспомощного врага как-то не хочется добивать. Ну, то есть, он нам ничего еще не сделал? Он всего лишь заболел. Из-за этого его перерезать? то есть, потенциально, да, потенциально он вот как эти чуваки такой у нас забросается и пытается нас убить. Но это вполне себе потенциально. Ну, или виртуально. а в реалии он еще ничего плохого не сотворил против нас. Ну, и, как вы, наверное, уже догадались, всякие необычности я люблю. А вот крепости... О, там, смотрите, там дружественный ксаурибчик. Может быть, может быть, он как-то учтет, что мы его племени ничего не сделали, ну, по крайней мере, его товарищу, и поговорить с нами. Ох, тут целая туса. Когда вы входите в этот зал, вас встречает какафония из визга, рыка и лая. Перепачканные в крови ксаурибы танцуют, неистово подпрыгивая. Стоящий в стороне ксауриб погружает руки в ведро с кровью и рисует узоры на других, стремящихся присоединиться к ритуалу. В дальнем конце зала один из ксаурипов, одетый в длинный череп молодого дрейка и яркие перья, потрясает посохом в сторону собравшихся ксаурипов, визжит и щелкает. Верховный жрец вдруг поднимает посох над головой и кричит с новой силой. Он указывает посохом на яму, а потом на вас. Думаю, нас только что пригласили поучаствовать. Хухух. Окей, а... Че? А, во. Вот и начинается замес. Тут все очень сильно будет зависеть от того, что сделает Кана. Хотя, я думаю, и Аллот может просто книжка вот сюда кидать. О, там мы кого-то испугали. Аллот еще разок кинет. И самое время клирику молиться, поститься и слушать радио Радонеж. Хоть ксаурипы и лопаются, как... Блин, помните, такие есть цветочки, я все время забываю. Которые желтые, ты на них нажимаешь, они такие пчинг. Вот примерно с этими цветочками у меня ассоциируются ксаурипы, что характерно. Поскольку они очень-очень быстро лопаются. Прямо не успеваешь ничего с ними сделать. О, ксаурип боец. Где-то в тылу. В тылу мы не любим. Во. Ага. Кажется, мы всех перерезали. Ух ты. Здесь пара духов. Давайте сначала почитаем, что вокруг. Кровь, проливавшаяся из этого ведра, въелась камень. Привязанная к корзине веревка выглядит достаточно длинной для спуска в яму. Ведро наполнено кровью. От нее исходит едкий запах. Узнаете слезы Моджи, сильный яд. Оп. Так. Допустим, я сохранюсь. Это очень умная вещь обычно. Широкая яма уходит в зловещую темноту. Вы слышите свист ветра в ушах и время от времени горящие порывы воздуха дергают вашу одежду. Посмотрим яму. Похоже, что расселена имеет искусное, а не естественное происхождение. Она кажется очень глубокой, но дна не видно, поэтому точно сказать нельзя. Нафиг, пока уйдем отсюда. Мы еще не вылечили себе ручного ксаурипа. Не вылечили. О, фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак. Так, кто-то у нас сразу и лег. Опа. Этот свернутый лист пергамента покрыт наспех написанным углем каракулями. Позвольте мне высказаться в письменном виде. Я с самого начала знал, что это был дерьмовый план. Мерик, радостный как младенец, был убежден, что мы уговорим ксаурипов помочь нам набить карманы. Получилось скорее помочь адресу попасть в чудесную большую яму. Вы все разбежались как трусливые зайцы, а я тем временем сижу по грудь в костях и дерьме ксаурипов. Надеюсь, вы все тут сгниете. Надеюсь, Мерик спотыкнется прямо о край света, а дравдан потеряет остатки ума и переживет остальных. Нас осталось пятеро, и вы убежали. Будьте вы все прокляты, и будь я проклят за то, что умираю здесь из-за кучки сопливых говнюков. А это для вас ублюдочные ящеры, на случай, если кто-то из ваших выучит айдирский, чтобы вы все сдохли, твари. Ха. Ууу, у нас прикольный доспех. Тык, этот нагрудник носил Пефрил, паладин добрых путников. На нем изящно выгравированы две руки, преподносящие ключ. Пефрил заказал доспех, чтобы показать свою приверженность идеи открытых путей и дверей для тех, для кого в ином случае проход был бы слишком опасным. Хоть его преданность ордену управляла практически всеми аспектами его жизни, Пефрил также был верным последователем бога Береса и рука с ключом служила личным напоминанием, что последняя открытая им дверь приведет его на попечение бога. Интересная штука. Окей, пригодится. Что там? Ммм, что ж, мне кажется, время для первого привала. Текс. О, вот здесь еще есть небольшая зона. Там у нас к саурикам, кстати, ничего не наладилось. Увы и ах, бедняга все еще плохо. Блин. Неужели его никак нельзя вылечить? Оп, оп, оп. Так, обезвредить не получается. А, я не думал, честно говоря, я не думал, что варвару настолько прилетит. фух. Прям пипец. И надо срочно качать механику. А, интересно, молитва против немощи помогут нашему юному другу? Давай, Рант, восстанавливай выносливость, там впереди еще целая комната. Дружелюбных ксаурипов, судя по всему. И ловушек. Давайте клерик в эту честь помолится. Во! Фикс. Ну и пока что-то лекарством и не пахнет. Хотя, смотрите-ка, там дверка. И последний иск саурипов сейчас должен пасть. Так, не выбрано ни одного сценария и... Во! автоматическая атака. О, агрессивный. Окей. Лиджина. Давайте агрессивный. Ага. агрессивный. Теперь я надеюсь, они хоть будут юзать свои обилки. Что здесь? Малое зелье регенерации. Тут у нас что-то ничего выдающегося-то нет. А! Окей. Ловушка. сломанный клинок. Оф. Ни слова о том, как саурипов помочь. Ну, я даже не знаю. Давайте попробуем. У нас был там какой-то свиток. свиток молитвы против немощи. И самое интересное, наш варвар попробует помолиться за этого ксаурипа против немощи. да? Ну-ка. Эмм. Блин. Жаль. Срезно очень жаль. Хочется чуваку помочь. О, здесь что? Думина и припасы. Окей. Ладно. про ксаурипа запомним. Пошли дальше. Ух ты. У двух персонажей новый уровень. Но, опять же, торопиться не будем. Склеп. Кажется, где-то здесь должен быть свиток, который из калкана. Может быть, не здесь. А. Угу. Смотрите-ка, мы уже даже начинаем что-то обезвреживать. не тупо принимаем в щи все, что может прилететь. Единственное, немножко напрягает, что, чтобы найти ловушки, надо красться. Опа. Это уже новые товарищи. Смотрите-ка. Ох. Но влетает им, кстати, очень душевно. Прям крайне душевно. Эээ. Полежина. полежина, полежина, полежина. Эм. О, мы использовали всегда фанатичную стойкость. Какого ляда? Или это типа ей искусственный интеллект, так сказал? Ну, вроде да. А, вот, смотрите, они начали использовать свои всяческие обилки. Это уже радует. Блин, Полежина, вот, фанатичную стойкость не переключай. Вложение рук, агрессивность, пламя предности, заклятый враг, равнос... Ладно. Черт бы с ним. Эти огру уникальная порода, вот бы с ними поговорить. Ну, мы с ними по сути поговорили. И здесь еще трупы. Такое ощущение, что наша крепость это какой-то музей, не знаю, или еще что. Здесь ходят все, кому не по паде. При этом это, черт возьми, крепость, которую там никто к Мервальду прорваться-то не мог. А тут прям заходи, человек, бери что хочешь. О, у всех кроме Кана уровень. Сейчас еще Каня давайте набьем. О, ох, 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 ох. Так, у нас есть какая-то штука, которую можно использовать между отдыхами. Давайте используем ее. Лиджина, лиджина, о, отлично. Ага, варвара просто срубили нафиг. Всем достается что-то резво. Кана призовет еще дракончиков, потому что иначе все может очень плачевно кончиться. А, полиджина, 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 полечи себя, девчуля. И почему она использует... Да... Блин, срань какая-то, надо, я не знаю, покопаться в этом. Мне очень не нравится, что она использует не ту ауру, которую мне бы хотелось. Давайте маг вызовет своего двойничка еще. Он сейчас будет иначе пипец. И маг же выстрелит туда стрелами. Огр-друид. Блин, это что-то новое. А Эдар скотина никого с ног не сбивает. А, моему искусственный интеллект отключили, вот чё. Ух ты. А Огр-друид, кажется, просто взял и диспейлинул наших дракончиков. Но ничего, мы призовем еще. Мне не жалко. Золя какой-то сильный сволочь. Давайте еще в него тогда кастанем. блин, а он стоит. Он еще стоит. Чертов гад. К тому же никого из наших живых по сути не осталось. А этот гаденыш все еще в порядке. Кана еще дракончиков призовет. Давайте попробуем сначала адов разобрать, но что-то мне все это нравится меньше и меньше. Ну, маг, давай. Верим в команду. О! Хорошо, остался вот этот Эмирзоля. Который внезапно переходит на нашу сторону. текст. Самое время клерику помолиться. А после того, как он помолится, хренакнуть своей божественной дубинкой клериковской. Воу, воу, воу. Акана еще на новых драконов что-то не заработал. Во, заработал. Все. Драконы танкуют. Зола мутится. Блин, какой он крепкий. А здесь была какая-то штука обжигающая печать. Во, давайте прям ему под ноги ее и поставим. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Какую я совершил отличную ошибку, да? Попробуем сейчас его тогда быстро добить. У мага, кстати, есть удар гримуаром. О! Так, Кана. Кана встал призывать новых дракончиков. Клерик. Снова обжигающая печать. Маг. Маг. Вот эти вот штуки. Да? Вжог. И все же, мне кажется, такая жопа произошла из-за того, что Полиджина перестала использовать свою защитную матью ауру. А за огра нам ничего ровным счетом не дали. Там какая-то фигня была. О! А что это? Волнистая губка. А. Ладно. Ожерелье Золы. Тяжелое разукрашенное серебряное ожерелье. Размер его рассчитан на очень большого огра. Для остальных оно может послужить в качестве крайне неудобного пояса. По рунам грубо выигрывали по его длине. Можно предположить, что это ожерелье имеет церемониальное значение, но точный смысл этих рун разгадать не удастся. Так, у всех лоу-лапы. Давайте приступим к этому. И я, естественно, не туда кликнул. Начнем с ранда. Но его знания хватит. Давайте качать атлетико. Все же атлетико. варварский удар. Использую дополнительный пунт. Не влияет на резню. Сияние околито. Скрыто атака ученика. Ага. Стойкость сильной боли. Ух ты. Вот это, кстати, какие-то интересные штуки. О. Давайте пожалуй. Знаете, мне нравится вот эта штука восстановления выносливости. Это очень хорошо. Вдруг на шедер. Тоже, пожалуй, атлетику поднимем. Вот. У него. безумия чужеземца нет. Раз за бой. Мне бы хотелось что-нибудь пассивное, если честно. Урон безоружному бою точность нет. Безоружный бой нам не нужен. Метка искателя не нужна. Скрыто атака сияние околито. Выносливость. Ранящий выстрел. стрелять мы не можем. А что это? О! Призывает скелетов. А нафиг нам эти скелеты на самом деле? Ну, хорошо, давайте мы возьмем вот. Точность плюс четыре. Вот это хорошо. вот это хорошо. И теперь Полиджина, который я сейчас, блин, отключу AI. Как эту ауру зал очень интересно. Ладно, Полиджина никак, потому что иначе она будет использовать вот эту ауру, а мне нужна фанатичная стойкость. это мы с ней поговорим. Здесь какая-то фигня. Ладно, черт с ней, давайте повышать уровень Полиджина. Фу, ну, повысим выживаемость, скрытность на всякий пожарный, а так в целом Атлетика это ее основной конек будет. Воу, воу, воу. И я думаю тоже мы ей возьмем восстановление ветерана. Восстановление выносливости в бою это хорошо для милишников. Кана. Вот с Каной будет поинтереснее. Давайте он у нас будет самый знающий. Воу. Что у нас здесь есть? Парализует врагов. Собирает бродячий частический душ, который будет сражаться на стороне отряда. А хотим пока мне, честно говоря, дракончики нравятся. Поражает ужасом врагов, защищает союзникам от хромоты, затрагивает врагов за недействие, завораживая их, создает два отражающих салуча, которые попадают на союзники и восстановят выносливость и дают невосприимчивость к испугу и ужасу. Ух ты, прикольно. Но, мне кажется, вот эта штука это наш выбор. И классовая ранящий выстрел бегуна. Вот, это прикольно. Поскольку у нас певчий стрелевчий, пум. ну, тогда и песнопение ему поменяем. Ага. Судя по всему, судя по всему, эта штука, она активная. да. Окей, ладно. Ну, пусть будет. Иногда дракончики еще живут и пролич врагам кинуть неплохо. Механику мы поднять пока не можем. Тогда ждем. Пум-пум. Так. Осуждают врагов священника, ошеломляя всех врагов. Так. А что священнику? Персонаж научился копировать воздействие малых стрел и нолеты. Ага. Призыв О. Призыв, мне кажется, будет выгодно. Прикольно, да? И Алот. Алот тоже мутит сознанием. О, заклинание пятого уровня. Здесь есть какие-нибудь новые стрелы? Призывает три мощных щупальца. О. Давайте возьмем щупальца. малое отражение магии нет. Железная кожа соусоу, пламенный щит нет. Утонется. Давайте дощупальцу возьмем, это интересно. А и здесь у нас сияние околита. Не очень за выражение незнакомца. Тоже фигня. Это модально у нас уже есть. Это нам не нужно. Давайте тоже призыв возьмем, почему бы и нет. А такая у нас немножко однобока пати получается. Фу, с играми справились. Стены украшают ржавый щит, декорированный деревом со множеством листьев. На его нижней части выгравирована маленькая надпись Эрл Йенвуда Эрл Йенвуда что-то знакомое Хотя я в упор не могу вспомнить, кто это и что это Ладно Думаю, сражение со слизняками поможет моей памяти Так, Уплиджина Да хрен с тобой Все, перестань Блин Мне очень не нравится, что она переключает эти способности, потому что у нас вот эта аура уже есть У Эдера У Эдера И как бы две одной ауры нам нафиг не надо Оу Фегасия Ха-ха, милый баг Так, ну варвер, кстати, стал заметно толще благодаря всем нашим действиям Не знаю, в принципе, хорошая ли идея из варвара делать в итоге что-то похожее на танка Но Как учил меня опыт Хороший дамедж дилер Это живой дамедж дилер Поэтому Пусть он лучше Чуть меньше дамажит Но Будет способен Это делать Куда все побежали И вот тут Давайте Начнем Прям Эм Че А почему они не могут призвать Не менее 15 секунд в бою Ага А тут подстава Ух И пока я рассуждал о прочности нашего варвара Он уже оказался на земле Хе-хе Иронично Такой тип Смотрите Какой у нас варвар стал крепкий, ребята И варвар такой Уээ Пускает слюни Оу, фак Тут че-то Мне не нравится этот замес Но С другой стороны Сейчас мы целый апокалипсис устроим Со скелетами и прочими Эм Так Дружище Алот Давай-ка ты Стараешься не сдохнуть Эм А клирик уже молился Клирик уже молился Триумф крестоносцев Правильно рвение Фигня И радиус у нее никакой Давайте вот так вот Поджарим врагов просто Вау Самое время, пожалуй, Алоту Костануть какую-нибудь Хрень Потому что потом у него Этого шанса может уже и не быть А Вот у него уже шанса этого и нет Так А полиджини приходится вручную Использовать Как дурочки Прям показывать Ай Кану лечи Молодец И еще разочек Огнем его Захреначь Че-то как-то все Стало очень резко Сложно Ну не то чтобы Конечно прям совсем сложно А, но персонажи Все чаще оказываются На земле Конечно в этом бою Скорее это Мой недосмотр Дракончиков Давай дракончиков Ну давайте 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 Ребята Мы можем Заковыряйте уже Этого уродца О, хорошо Заковыряли Хризалит Такой хризалит Я так полагаю Это какой-то камень Судя по названию Все ради Эстака Пу-пу-пум Что ж Пожалуй Самое время Для привала Ух ты У нас Че-то построилось А это что-то Это башни В честь Башен Кстати Мы можем Нанять кого-нибудь Нового Блин Я не хочу Брать головореза И я не знаю Че за бродяга Ладно Фиг с ними Давайте посмотрим Что мы еще Можем построить У нас есть Два заслона Которые дают Бонус К защите Казармы Он же есть Мастерская Капелла Форум Тренировочная площадка О, старушка Во, старушка У нас будут Заказы на убийство Из того Что я слышал Это что-то Типа Ну, крестов Там Найди Такого-то Моба И убей его Ну, либо Не моба Может человека Я Точно не знаю Но в целом Пусть обглодан Будьте обглоданы Чисты А некоторые Расколоты Чтобы можно было Добраться до костного мозга На всех видны следы зубов ну пока если честно а давайте назад отступим а потом а потом резко развернемся и милишники вот здесь их запрут отлично а теперь а теперь а теперь что я хотел теперь давайте священник помолиться вот и мы очень удачно выстрелили party можно совершенно без задрения совести ковырять этих гаденышей варвар конечно их испугать не смог ну зато у нас хотя бы никто не сдохнет лучше так кстати у варвара же вроде длинное оружие он должен доставать или с так не считается длинным по крайней мере огорта точно достает ой как он интересно на куски распался текс что у нас тут топорик деревянные леса сгнили и обрушились под собственным весом вокруг видны признаки раскопок очевидно они уже давно заброшены дофигеть под нашим черт возьми о так что карта местности как посмотреть а мне кажется мы нашли короткий путь это очень хорошо то есть если что мы сразу сможем на этот уровень перейти но 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 болезнь ксаури по мне кажется если вот как бы нам был доступен главный квест игры я бы все равно бегал по всем лесам полям и лугам искал как этого чувачка вылечить потрясающая статуя сколько ей может быть лет размещенная в тихой нише это каменная фигура решительно шагает вперед высоко подняв одну руку осмотрим статуя судя по стилю одежды и потрескавшим с остатком бороды на статуе она подозревает что это эрл его йенбуда расслабленный воин он вел своих людей бой потрясая сверкающий саблей ухты ну а что-нибудь с ним можем сделать там был щит здесь статуя так вообще что мы здесь можем сделать еще можем на север пройти вот чего не знаю если видишь какой-то особенный объект сразу подозреваешь что надо с ним какое-то действие совершить и тут вроде как стоит статуй в какой-то позе о интересно окрашенная в оранжевые тона от цветами факела в задней части широкого зала сидит массивное существо воздухе стоит едкий запах крови и потрохов и вас отдает горячим порывам зловонного ветра когда огор встает взметая пыль под ногами если бы они только знали сколько ничего не подозревающих глупцов забредет мой лагерь меня бы не изгнали несмотря на свои слова огора изучает вас без страстно на его бледных угрюмных чертах застыли прожилки засохшей крови но потом им кажется надоел человек так что они долго пировали лишь друг другом огора отворачивается меня не будут откармливать чтоб съесть тебя изгнали иди на юг и найдешь то что с нами стало раньше мы были сильны теперь мы ничто нашего великого вождя приводят в ярость голоса а наши люди вынуждены пожирать друг друга и я трус жду здесь чтобы умереть в одиночестве легче сказать чем сделать он показывает на кучу костей тряпок голод имеет собственную волю матрон на зола это хорошо знает зола мертва я убил ее ее воинов прежде чем прийти сюда угар глубоко вздыхает он молчит несколько мгновений благодарю тебя человек ты сделал больше чем удалось мне это не благодарность но все равно возьми это там куда я иду мне это не понадобится будь осторожен здесь человек кроме моего народа здесь еще много всего я помню золу такой какой она была раньше может быть я увижу ее снова в другой жизни фея я-то надеялся опять же этого чувака где-то у нас подселить у нас же один огар живет но судя по всему нам это не удастся при пасеке для привала блин я вижу тут стену но точнее я вижу здесь какую-то зону куда можно войти но я в упор не понимаю как туда войти и это проблема поскольку знаете как опытный dnd шник из первого лагеря выходит с битком набитыми карманами да здесь нифига блин здесь нифига там нифига это главная лестница это лестница ладно давайте допустим слушать а если мы сверху спрыгнем суда у самую яму туда не попадем волю судят ладно давайте продолжим пока что по лестнице а там уже какой-то момент возможно мы еще что-то обойдем мы посмотрим пока что у нас есть довольно таки прямой путь и тут я кинул взгляд на время и понимаю что сегодня мы точно их не обойдем поэтому тем более у меня будет время попытаться узнать что же там куда это старая адирская страшилка о званом ужине с привидениями вот я пытаюсь разузнать что же там вообще куда у нас и показать то что не было показано в этом эпизоде но так чтобы у нас плюс-минус плюс-минус это было полное прохождение ага а здесь троляки тролляк то мы кстати не боимся или боимся а все зависит кстати от их количество вот что я думаю потому что двух трех троллей мы убивали уже давно но вот такие толпы мы увидим наверно в первый раз постоянно кто-то из них переходит на нашу сторону во и да что ты будешь делать чё ж вы кругами бегаете какую-то карусель тут устраиваете о вот этот раненый давайте его прикончим блин прям тусе ладно пока они не пытаются подойти к нашим бэк-лайну нашим к нашим к нашим к нашим тылам проблем я не вижу мы их можем спокойно резать кстати они гораздо менее опасны чем вот те игры которые были буквально на уровень выше что поразительно там правда были какие-то друиды но маги черт возьми магов не люблю хотя вот вполне себе приятная компания хоть и странноват и напыщен напыщен и странноват вау как удобно они все умерли в одном месте прям как сказки жили долго и счастливо и умерли в один день разве что в сказках не говорится что этот день наступает тогда когда приходят там пять приключенцев и вырезают все их племя ну так то иначе бы это были довольно таки ужасные сказки и дети бы засыпали просто усыкиваясь от страха давайте уже привейте этого тролля режется они кстати довольно таки долго но я так понимаю основная соль в том что они не сбивают с ног а не сбитому с ног персонаж гораздо проще атаковать как выясняется внезапно да и все-таки откуда у нас под нашим замком черный слизняк через стенку виден о сверху нас тут еще и какие-то наркотические вещества подложили аккуратно отступаем обратно оп и вов снова вступаем в бой тихи и постоянно кто-нибудь из них да переходит на нашу сторону хотя со слизняком я по правде сказать не ожидал то что слизняк внезапно такой все чуваки я узнал что такое добро и теперь я с ними это очень странно о да и вот эти вот корешки которые периодически появляются на наших персонажах это вроде как рант использует там какую-то свою обилку о это кажется король слизняков блин кстати оранде его надо резко лечить и вообще давайте всех выведем отсюда нафиг вот что я подумал и теперь теперь снова заход на слизняков так так и как я какой графоний я надеюсь вам это тоже видно а вот клерику самое время выбежать сюда и подлечить всех давай клерик молись ну и кстати вспоминаем про то что у нас у всех есть скелетики скелетики хоть и слабенько режут но они все-таки режут и создает какую-никакую амасовку а как то здесь пустоватенько сказал он и тут же увидел тролля ну что меня радует теперь эдер подбегая к врагам первым делом такой хлобысь и сбивает их нафиг с ног эдер кстати самое время сделать это еще один раз не находишь о видите эдер прям молочина то есть искусственный интеллект у него хороший вот что делать с полиджиной я ума не приложу защитную роль ее ставить мне неохота потому что она все-таки один из наших основных дамаж дилеров наверное а вот турбо агрессивными тоже становиться не хочется поскольку у нас всякие обилки которые нам восстанавливают здоровье со временем нам гораздо интереснее ну и эффективнее иметь больше защиты потому что у нас но больше пати как собрано получается на выживаемость так мои паучьи инстинкты подсказывают что это место для быстрого сейва смотрите-ка паучьи инстинкты не врали ага эдера офигачили давайте клерик выбежит вот сюда и заюзает лекарства эдер у нас похилится рант рант да черт с ним впадай в безумие варвар ты можешь вот и так а только не помолился нифига да вот у нас варвар совершенно в безумии начинает кромсать рубить причем мне дико нравится как он это делает варвар становится прям таким настоящим монстром ээээ троллик ух ты а мы можем его рубить пока он дружественный хотя при этом некоторые останавливаются но кто-то продолжает для кого-то как бы то что он нам друг не помеха в целом по ощущениям тролли конечно потолще но ох лук я видел лук давайте посмотрим на этот лук у нас же есть кана я думаю вряд ли этот лук сильнее арки бузы о господи ух ты а что такое знание плюс два а а а а интересно обзор а нужен ли нам обзор если мы можем получить интеллект и знания но вернемся к нашим баранам у нас был лук а и чёрт а а а а это и а и и и а и и и и это а и и и и исследовать таинственную печать но окей вот она печать похоже для танского происхождения она изготовлена из кольца бры окружающего гематитовый камень на обратной стороне выгравирован меч а что у нас за квест вообще про это то есть нам надо видимо куда-то дойти и где-то ее изучить поподробнее я так подозреваю о давайте-ка у нас стойка выбежит чуть вперед и тут всех немножко было снят стойк ну и и чё ты стоишь как из тупка 1 и действую вася может кстати стойку тоже какой-нибудь искусственный интеллект рубить тип там поддержка опора чем такое о ладно к нам прилетели дрэйки об остальном можно не волноваться ли нравится мне эти дрэйки а вот тут еще слезняк на пути еще есть дружелюбный слезняк который ага два дружелюбных слезняка против тылу не будем никого оставлять что ли ох не получится да что ж он то за нас то не за нас определись братан ты наш или не наш нибудь как бомбараж так окей слезняков заковыряли все же что они хотят подразумевать вот исследованием печати возможно ее куда-то надо вставить здесь кстати тоже расклад о а сверху есть статуя интересно это может быть связано ахо пара слезняков еще и тролль тролли множественное число так не ребят вот так не пойдет учет проблемы начинаются все хорошо было хорошо тусили совершенно никто никого не напрягал и тут вот понеслась об наши жучки пойдут с этими жучками тусить тут мы быстренько заколбасим тролля и пора варвару показать свою мощь давай варвар варвара безумел все она врагам так и мы наконец-то можем призвать еще и скелетиков всеми вот чем даже не обязательно им чё-то приказывать они тут просто для того чтобы принять на себя часть урона а тем временем к она еще может и дракончиков призвать в общем-то хорошо пока танкует кто угодно но не наши вот эти трое только они упорно пытаются стойко все ковырять давайте 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 во отлично ну вроде как с одной пачкой мы справились очень вовремя кстати ау блин вот эти вот времена с графонием они меня пугают ай-яй-яй эдер эдер джан дорогой что ж ты о хорошо отличили лирик клейк уже молился если то можем второй раз призвать мы уже не можем скелета жаль опять же счастью у нас много-много всяких самонов они смогли за нас оттанчить большую часть этой схватки иначе бы наверное мы сейчас лежали бы такие распластанные на полу и наслаждались видом на потолок а может быть уже и красотами загробного мира так пока что мне идея что эту статую возможно нужно вставить в руку фу статуя печать вставить в руку статуя ну как бы это вполне себе реальная возможность если она у нас вообще есть такая возможность бедный эдер бедного эдера уже очень мало хп он там по факту на последнем издыхание а он застрял так эдера будем спасать как можем я думаю чисто ради него придется устроить привальчик потому что брат она очень крепко досталось и вот красная полосочка хитпоинтов как бы намекает нам что скоро от эдера может остаться такой же скелет как призывают остальные наши персонажи да давайте быстрый привал икс и мы продолжаем о здесь у нас переход на следующий уровень и в целом вот здесь что-то неразведанное вот тут еще большой кусок неразведанный плюс у нас остались три вопроса вопрос 1 статуя плюс статуя плюс 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 кусочек который за ней непонятно что там вообще происходит вопрос номер два это куда ведет яма в нее бы прыгнуть и третий вопрос что делать с этой а у дровой печатью которую надо исследовать как нам ее исследовать ухты сабля 20 процентов легких попаданий становятся обычными если я не ошибаюсь вот этого парнишки на вооружении было как эта шляпа а не 1319 20 процентов легких попаданий становятся обычными пока о вот это будет помощнее мы еще и можем зачаровать вторичный урон допустим пусть это будет ледяная плеть у нас помню кого такого нет и эффективность пусть это будут духи качество уже поздно качество уже хорошая ухты это массивное лицо каким-то образом сформировано и живо адры все его грани гладкие прямые невероятно сплошная адра обтесная как мрамор нет не высеченная выплетенная у нас тут что-то хозяин в глубинах обновилась и ладно исследуем дальше здесь снова какие-то жуки которые еще подрываются к нам но кстати подрываться они не столь успешно в основном они тратят время на это это как если бы наш варвар не знаю в бою с одним врагом первым делом там обкидывался бафами только потом начинал кого-нибудь резать я думаю было бы так же жуки относительно легко дохнут и главная опасность это если их куча и кажется круг замкнулся а там что-то горит там какое-то жерло мать его вулкана и снова мы туда не можем пройти вот здесь что-то тоже лады давайте вернемся на два уровня назад и таки аккуратненько спустимся в яму посмотрим что у нас там возможно где у нас тут переход вот он переход а кстати попутно можно пробежать к этой статуе и посмотреть не верна ли моя догадка то есть проектировать вообще интересно как эти уровни проектировались думали ли люди о том что кто-то может возвращаться назад или люди их проектировали но проектировали чисто на то чтобы люди шли вперед-вперед и вперед и типа не шагу назад я не знаю еще попытка этой печати уж только с ури по подлечить но не хочу убивать я зверюгу она предлагает именно это и сделать что ж за гады и вообще зачем давать тогда надежду ну вот мне хочется верить что как-то его можно себя привести так широкая яма уходит зловещую темноту вы слышите свист ветра в ушах и время от времени горячие порывы воздуха дергают вашу одежду давайте попробуем использовать крюк вы достаете из рюкзака кривка аккуратно закрепляете его на одном из тяжелых каменных блоков окружающих яму сильно дернув за веревку несколько раз вы убеждаетесь что она держится крепко крепко взявшись за веревку вы начинаете спускаться в темноту вскоре край яма остается далеко над головой остается слышен только скрип веревки ваше собственное дыхание вскоре однако далеко внизу вы замечаете другой источник света дальше за оборванным концом веревки вы видите тускло освещенный зал в центре которого располагается круглый каменный бассейн он наполнен кровью и даже на таком расстоянии можно разглядеть конечности и покалеченные тела в основном принадлежащие к суврипом просверленный в камне туннель заканчивается высоко над залом и веревка до пола не достает хоть но вообще идея спрыгивать в кровавой бассейн честно говоря не самое лучшее даже с учетом того что там могут быть кучи купить эксауриб еще какую-нибудь заразу подцепим но черт вылезать обратно уже глупо давайте спрыгивать а группировавшись для жесткой посадки вы опускаете руки и шумным всплеском приземляетесь кровавый бассейн густые темные воды не дают плыть угрожая затянуть вас вниз в невидимые глубины мрачной ямы но в конце концов вы выгребаете на поверхность и подтягиваетесь переваливаясь через край чтобы обнаружить себя в вонючей и листой смеси крови и конечностей в вязкой смеси крови и хрящей покачиваются конечности и органы кровавое месиво периодически колыхается в порывах ветра из тоннеля над ним прекрасно тут саурибчиковские всякие части так а мы кстати на пятом уровне а предыдущий если мне не изменяет память был четвертый то есть вроде как мы на следующий уровень ты перешли опа на краю большого зала в окружении толпы переговаривающих сексаурипов стоит массивная рептилия ее морда забрызгана кровавыми остатками недавней трапезы куски мяса еще нанизаны на кривые клыки сурипа тревожно перетаптываются с надеждой глядя на дрейка когда чудовище вызывающее расправляет кожистые крылья касаясь колон по обе стороны да да еще жертвы он коротко хлопает крыльями взметая облако пыли иди сюда человек ты будешь удостоен чести ты говоришь капитан очевидность прям дрейк кроет землю своей картистой лапой не я говорю и камни дрожат я говорю и ящерица приносит золото я говорю и ем хорошо да я говорю все эти жертвоприношения ксурипов ты хозяин в глубинах хозяин в глубинах глубинах жертва не слишком умна вам кажется что участок чешуи на груди дрейка начинает светиться оранжевым когда он смеется хозяин сделал меня господином здесь здесь я король пламя вырывается из его ноздрей изъяющей пасти я бог огня и золото ну ладно хозяин глубинах не он это мы узнали что здесь может быть восстановить небольшое количество выносливости и все да ладно попробуем на дрейкф выкусить хотя варвар кинет вот это и сойдет с ума отлично а теперь мы начинаем квн ух а вот кстати давайте призовем тентакли мужик еще не видели я так думаю что дрейк у нас не самый поворотливый о тентакли что делают тентакли ай полиджина 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 мы лечим так ли кстати я так понял еще и танкую а самое время лирику помолиться ха дрейк дрейк зачарованный за нас сражается какое-то время но все дрейку хана интересно мы столько сможем сбить куху ху 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 все блин и вот это вот зачарование она очень не вовремя дрейк лежит на пузе его точнее на спине него надо добивать а он типа за нас и его никто не бьет давайте парни один дрейк остался или призовем его же сородичей и выстрелим так и быть нет не успели из дрейка ничего не падает типа дофига босс отклонение щитом плюс 8 отклонение 12 прикольно защита в оглушенном состоянии защита при сбивании с ног бега ся ладно это мы изучим чуть попозже покрывающим кирпичную кладку уголь на черном пепле видны слабо различимые силуэты представители разумных рас интересно это вниз или вверх это явно было вниз давайте вернемся исследуем все же пятый уровень ну конечно мне есть предположение что самое интересное мы здесь уже увидели но хотя бы связать его с предыдущим уровнем да и тут о урна урна мы пропустили поскольку у нас довольно таки бесконечный инвентарь ага похоже страница вырвана из какого-то более объемного текста скейды больше нет я знаю что мерик сделал все что мог мерик говорит что назад возвращаться теперь смысла нет думаю главное выбраться из этих руин живыми уже потеряли половину нашей группы я не знаю как мы здесь выживем особенно без скейды боги позволили нам найти этот кабинет с книгами за эти фолианты мы получим хорошие деньги нам нужно двигаться дальше но эта печать взволновала его кровь он уверен что мы найдем и другие энгвитанские реликвии ниже с каждым шагом мы удаляемся все дальше от верной добычи и заходим все глубже на незнакомую территорию и знаю что на него нашло не могу перестать думать об эдрике а ее криках а что им мешало вернуться ну то есть теории если они как-то все-таки прошли они наверно могли но за собой то они скорее всего расчищали о ранду кстати влетела сразу с ловушки чё чуваки хоть кого-нибудь атаковать будем нет да в общем то ничто наверно их не останавливало от того чтобы вернуться назад но кроме как пожалуй жадности но как видим из их истории жадность не лучший товарищ при изучении донжона ухты сурик верховный жрец прям что-то верховно нажречил кстати у нас был какой-то ключ еще с первого уровня когда же он нам пригодится здесь что-то похожее на дверь она естественно фиг открывается подозреваю что а блин рант почему каждый раз как персонаж ложится он из выделения группы теряется здесь снова толпа ксурипов но они настолько на самом деле глупые и но не очень крепкие что ли я не знаю как еще это назвать в общем очень странно распределены враги потому что огра были довольно таки жестокими ксурипов здесь но так вполне себе терпимо я бы сказал это даже при том что мы полностью игнорируем жреца и хреначим его воинов давайте не будем игнорировать жреца вот что я подумал хорошая идея до свежая а вот теперь проще наверно будет прирезать бойцов просто вспоминается в доте же есть лагерь мелких мобов где стоит хиллер и моб и как бы если ковырять не хиллера но а второго чувака собственно говоря хиллера ухилит и не дамажит тут примерно такой расчет был что тип но он хилит дфик с ним но как оказывается хилит он слишком эффективно и игнорировать его нельзя а жаль так попробуем внутрь пройти вот теперь рант может ступить в бой крикнуть там свою кричалочку давай кажется никого не испугал он ну хотя бы покричал ну я думаю что наша экспедиция более чем окупится за счет только одних ксурибских всяких ништяков блин как как попасть вот в эту комнатку она черт возьми закрыта со всех сторон может быть здесь давайте попробуем сначала ловушки обезвредить так так может здесь день проход есть но не настолько же я без глаза чтобы его пропустить здесь прохода нет как попасть внутрь этой комнаты где еще и черт возьми иронично что-то выделено не то что иронично но блин дверь я вижу 2 она никак не открывается и нет ни рычагов ничего а вот в этот раз жрецу достается первым так рант стоит чуть подаль поэтому он может покричать а нет смотрите-ка он не столь подаль стоял его парализовал или что что на нем ладно самом деле не важно ух ты там еще и полиджи не вылетает причем летает ей уже по хп рант почему-то так и не крикнул кричал с тобой не так варвар но крикнул кричалку впал безумия всех убили и у меня есть подозрение что это лестница на предыдущий этаж нет это лестница в мир то бишь скорее всего кайт ну а это пятый уровень на котором мы лады нишу усланы соломой пучками перьев и шерсти воздухе висит мускусный запах а это что это наверное как раз таки лестница на предыдущий уровень это именно она и есть и тут на входе парочка ксауриб уже оставшихся последних что ж ну давайте зарежем вот этого дядю ага готова x а вот она чё михалыч то есть надо краса чтобы наблюдать происхождение этой рукояти меча из качественного металла неизвестно но не похоже чтобы он был сильно подвержен воздействию окружающей среды ну хорошее качество нам не что сурипа сложили в кучу сурипа сложили в кучу монеты поломанные ювелирные украшения и разбитые части изысканно украшенного оружия и доспехов что ж у нас есть какие то вопросы но я думаю что на этом мы прервемся и продолжим следующую неделю поэтому спасибо всем кто это смотрел я в свою очередь за неделю попытаюсь выяснить что же нам сделать с ксаурибчиком что там происходит я так понимаю выплата происходит автоматом а строительство у нас все идет ладно так вот я пытаюсь выяснить что же нам там делать со всем этим ну и встретимся через неделю посмотрим что я найду иначе вы просто будете там часов пять смотреть как я страдаю фигню и бегаю кругами а пока спасибо всем кто это посмотрел и ребята до встречи пока пока